Коллеги, рядом со мной Евгения Кузнецова, экологический союз. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, у вас будет бизнес-сессия скоро и очень хочется узнать тему. Да, я буду сегодня с коллегами рассказывать, как ритейлу сейчас использовать возможности, которые дает эко-продукт, эко-ассортимент, для того, чтобы сохранить доверие у покупателя, особенно вот у того маржинального покупателя, который привык к качеству, который привык к чему-то особенному, который привык к той самой эко-продукции. И вот как сейчас с этим грамотно поработать, для того, чтобы сохранить доверие со стороны своего покупателя привычного? Это очень интересно. И сразу, как профессионал, у меня такой вопрос. Правительство уже показало, что есть вариант поддержать, например, автопроизводителей, снижая экологические нормы, делая евро-ноль, делая выхлопы, но при этом, при всем, мы не останемся при этом без машин. Насколько этот тренд у ритейлеров сейчас вышел на первые строки? Насколько производители готовы понижать уровень экологичности своих товаров в угоду цене? Это очень хороший вопрос. Есть такой риск, действительно, что будет больше обмана со стороны производителей продукции, потому что, ну вот уже все опросы, все исследования показывают, что покупатель, да, сейчас будет идти за ценой, но качество все равно в топе потребностей покупателя. И покупатель будет хотеть качественный товар по-прежнему. И также вот в топе предпочтений у покупателя соответствия ценностям его, да, здоровье, здоровье окружающей среды. Ну это все равно ценность. Да, войны и экономические кризисы и прочее-прочее приходят и уходят, а ценность окружающей среды, она у людей всегда будет. Поэтому покупатель все равно хочет эко-товар, но сложности с поставками, сложности с сырьем. И производители будут, возможно, стремиться произвести подешевле и попроще, но выдать за экологичное. И со стороны государства сейчас будет меньше контроля временно, да, для того, чтобы бизнес немножко поддержать. И тут как раз, вот я боюсь, что будет риск введения в заблуждение, риск, ну вот гринвошинга так называемого. Да, есть проблема. Я надеюсь, что производители, которых мы любим, которых мы уважаем, будут держать свою марку. И мы, выбирая бренд, не берем бренд, а берем как доверие и, надеюсь, они его не обманут. Спасибо вам большое и удачи на сессии. Спасибо вам, всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.